Всем привет! Сегодня мы посмотрим на очередную новую сборку. Microsoft выпустила сборочку 25131. Давайте переместимся на виртуальную машину и будем разбираться, что же здесь нового. Ну, во-первых, Microsoft выпустила SDK для новых сборок девелопер-канала. Во-вторых, обновлен Microsoft Store. Поехали теперь к информации, что же здесь нового. Исправлена проблема для AMD процессоров, то есть для инсайдеров, кто использует Windows 11 в девелопер-канале на AMD процессорах с невозможностью обновления до сборок последней недели. Дальше. Исправлена проблема для инсайдеров, кто имеет два аккаунта на компьютере. То есть с одним аккаунтом вы вошли в систему, а второй аккаунт у нас инсайдерский. Мы используем два аккаунта. Один для входа в систему, второй для получения инсайдерских сборок в программе Windows Insider. Это также по фикшену. Теперь можно обновляться до последних сборок, имея два аккаунта Microsoft. Далее проводник. Переходим к проводнику. Здесь у нас новое контекстное меню в проводнике появилось. Давайте посмотрим, исправлена ли самая главная для меня проблема. Может быть исправлена. В настройках у нас тоже есть изменения. Сейчас мы к ним перейдем. Все делается в реальном времени, одним дублем. Давайте перейдем в параметры. Центр обновления Windows. Программа предварительная цена. Нет. Неисправлена. Может это и не связано с чем-либо. Потом буду разбираться. Если что, я сниму видео. В целом здесь изменено. В принципе, что касается дизайна, немножко его отполировали. Ну вот это вот удобно, мне кажется. Я не знаю, кажется мне или нет, но немножко добавили той самой прозрачности. Теперь, потянув за проводник, у нас, видите, вверху выступает такая вот полосочка. Если мы проводник подвигаем на эту полосочку, допустим, вот. Можно сразу делить окна. То есть, вот допустим, давайте Microsoft Edge откроем. И тоже вот на полосочку. И делаем второе окно. Оп. То есть, вот так. Давайте сделаем еще немножко по-другому. Я так думаю. Откроем корзину. Давайте смотрим. Вот, например, я хочу сделать, например, три окна. Раз. Два. И три. То есть, не надо никак вызывать там меню разделения окон. Если наведем на поиск, у нас выскочит вот такое вот окно. Можно вызвать поиск. Если нажмем, просто откроется. Мне кажется, или добавили немножко прозрачности. Мне кажется, что, скорее всего, добавили. А когда мне кажется, я оказываюсь вправ. Очень даже неплохо все это смотрится. В настройках исправлены у нас технические проблемы, когда при возвращении на дефолтный экран настроек, они либо зависали, либо нас выбрасывало из настроек. Данная сборка относится к ветке 23H2. 25131. Сборочка. Если данное видео понравилось, поставь лайк, напиши комментарий. Подпишись обязательно на канал. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok